Датасет у меня здесь формируется по тем же дебиловатым правилам. Поэтому сейчас я его найду. Вот и он. Вот. И здесь есть одна книга. Одна книга с ID-шиком 1, с тайтлом Spring Connection. Все замечательно. Вот. Я хотел бы ее удалить. Я не могу воспользоваться Экспекта Датасетом. Потому что в Экспекта Датасете, ну, а что проверить? Экспекта Датасет служит, чтобы проверить, что что-то равно чему-то. Здесь более корректная проверка заключается в том, что мне надо просто проверить количество записей в этой табличке. Ну, просто сказать, селектка вам звездочка, вот прям эта табличка, и проверить, что она ноль. Ну, то есть все очень прозаично. То есть Экспекта Датасет мне не нужен, поэтому я использую просто вот так вот. GetNumberOfRequence. И убеждаюсь в том, что запись иной. Запускается это очень быстро. Сейчас я запущу. Но я сейчас покажу, что еще это дает. Не, ну оно пока прокомпилилится, что же. Имеется совесть, как говорится. Вот. На самом деле, сейчас после второго запуска... Теста лежат, да. Ну, мы сейчас до этого дойдем. После второго, то есть первый не запускается, а со второго запускается? Ну, то есть эти четыре теста запускаются четыре секунды. Как вы понимаете, это не очень много. Вот. Но еще одна очень классная штука, которую вы получаете. Вы получаете абсолютно бесплатно. Вы получаете информацию о том, какие запросы на самом деле генерирует вам хибернет. Ну, или ваш любой инструмент, который вы пользуетесь. Это очень важная информация. Потому что в этом случае вы сразу, благодаря только тесту, сможете увидеть, а то ли вы ожидали сеть. Такое ли количество запросов вы ожидали сеть. Или не такое. Мало этого, вы можете поиграться с любой идеей, которая у вас возникает. Например, кто-то там прочитал книжку по хибернейту, пришел и начал умничать. Зашел в тот же метод remove.book. Он у нас один и сказал, а зачем вы так сложно пишете? Ну, пишете hql, но тут непонятно. Гораздо проще взять и написать по-другому. Сказать delete. И book туда передать. Видите? Херяк, и вот это все не нужно. Видите как? Херяк, и в продакшен могло бы уже уйти. Правильно? Ведь человек, который книгу умную прочитал, он готов уже это выложить в продакшен. Это может как заработать, так и не заработать. Но очень, не очень, точнее хорошо, узнать об этом в продакшен. Хотелось бы узнать об этом моментально. И узнать об этом моментально позволяет как раз то, что у нас есть возможность протестировать это напрямую. Эту маленькую операцию, точечную. протестировать прямо вот на месте. И узнать, как она проработает с данными. Мы можем ее запустить. Ваши ставки пройдет или нет? Нет. Сейчас, я пока запускаю. Видите, некоторые считают, что пройдет, некоторые, что нет. Видите, пройдет. И в данном случае пройдет хорошо. Видите? То есть все будет то же самое. А почему так будет, на самом деле? Потому что так будет. Потому что у хибернета стоит информация в маппинге, которая говорит о том, что этот айзишник, который используется для удаления, вот здесь вот. Where ID равно. Он assigned. То есть я его задаю извне. То есть если бы он был автогенерящимся, то хибернета бы сделал два запроса. Первый запрос он бы сделал для того, чтобы вытащить сущность, select, чтобы сверить ее. А такая ли она сейчас на самом деле, как я удаляю? А второй бы сделал delete. Но вы-то этого не знаете, потому что вы не смотрите на количество запросов, которые генерит вам ваш хибернета. И получалось, что вы бы для каждого делита делали бы два запроса. Один select, один delete. Запрос у вас такой, а параметры не будут выводить? Параметры? Запрос сам выводит, все красиво. Не, ну, вы можете настроить, и будут и параметры выводиться. Плюс к этому у вас есть возможность, если мы про хибернета говорим, можно подключиться на практически любом этапе и вставить свой интерсептор, который будет просто все блокировать. А где вот это все настраивается? Что именно это? Сейчас здесь очень простая проблема. Мы просто просим хибернета блокировать скейли-запросы. То есть есть флажок, show is carrying называется. К нему идет еще парный флажок формата скейли. Ты просто, наверное, скажи, что это инструменты по юни. Не, не. Если вы используете хибернета напрямую, просто вот вы делаете, ну, вот так, тест, руками там что-то подпихнуть, ну, не важно как, то чтобы вывелся этот лог, не надо дебюнит. Это лог натуральный хибернейтовский. Вы его можете в продакшне включить, то есть где угодно. Вы просто указываете хибернейтов флажок, show, скейль, true. Все, все, все скейли, которые проходят через хибернейт, будут генериться. Вот то, что я вам показывал с датасетами, xml, да, это дебюнит. То есть это все делается дебюнитом. Дебюниты есть для многих языков программирования. Это абсолютно не проблема. То есть, ну, вот как Java существует. Но то, что я пытаюсь до вас принести, что обычно люди боятся использовать, боятся тестировать слой базы данных из-за того, что внутри он очень сложный. Код, который внутри, он сложный. И поэтому люди говорят, ой, там столько много всего надо сделать. Потому что там есть логика дополнительная. Если всю логику вынести на уровень сервисов и использовать Mocky на DAO для того, чтобы протестировать логику, а DAO оставить плоским, то это все очень сильно упростится. Да, у вас может быть такое, что у DAO будет много методов. Это нормально. Если у вас есть много разных методов для обращения к данным, это нормально, почему нет? Но они все будут очень простыми. И благодаря этому вы вряд ли допустите ошибку. И благодаря этому вы будете нормально писать приложение, которое надежно работает, надежно покрыто тестами, и с ним будет все хорошо. Вопросы еще? Кого я не переубедил, скажем так, что DAO нужно? Может быть у кого-то есть аргументы? Да. А можно вопрос вернуться, когда вы рассказывали, что у вас была частина данных права в МСКР, а частина специалистов, и там рассказывали, что у вас с DAO также вернулся через другой DAO, объект, вытягивали дань, а для чего это было не вынести на рейтинг сервис? Сейчас объясню. Потому что был DAO, изначально был DAO, у которого был метод, который говорил, дай мне вот такие-то данные. И по-хорошему, чтобы не переписывать всех, кто использовал этот метод, ну потому что иначе всем бы пришлось эту логику реализовывать. Возьми часть отсюда, часть отсюда с менжа, часть отсюда, часть отсюда с менжа. Мы разнесли один DAO на два, воспользовались замечательной возможностью, которую можно использовать. Это наследование нескольких интерфейсов. Ну, то есть мы сделали один интерфейс, от него наследовали два интерфейса, точнее, его наследовали от двух. Получилась часть, которая ушла в Кассандру, она ушла в Кассандру, часть, которая осталась в базе, она ушла в базу. И был, назовите его, не знаю, фасад, который эти оба интерфейса реализовывал, часть отдавал, как делегата, просто в Кассандру, часть отдавал в базу, а часть подмерживал. То есть, просто для простоты. У хороших, например, если архитектура была наперед и дома, то зачем было бы вынести это все в статусе? Опять же, в зависимости от того, в скольких местах оно используется. Если бы оказалось так, что оно используется только в одном месте, в одной точке сервиса, возможно, да. Если бы оказалось так, что, ну это в любом случае при желании повторно использовать, нужно было бы ввести что-то. Что бы это было, я не знаю. Но просто перед тем, мы сказали, что для того самого тестования, то, что это больше, где протестовать один и той же метод, да, и какие-то брать, да? Нет. Потому что мы его тестируем на МОКах. Он же делегируется. Он не знает, откуда это берется. Вот Кассандровский, да, он знает, что он берет только с Кассандрой, он тестируется на Кассандра Юнити, который все, все, честно, на Кассандре тестируют. А вот тот, который, тот, который типа фасад, он строго на МОКах. Он говорит, вот этот мне должен вернуть, вот это, вот этот должен вернуть, вот это, и он даже не знает, что они Кассандра и Гиберней. Имеется в виду темник, им он пользуется. Он просто знает, что они разнесены. То есть это два отдельных. Ему надо смержить. А что это, Кассандра, не Кассандра, завтра это может быть совершенно другое, может быть MongoDB, может еще что-то, никто не знает. А как часто нужно менять движки базы даты? Как минимум раз в месяц. Как ты пять в консоли. Через каждые сто тысяч. По-настоящему, да, не надуманно ли ваше положение о том, что это нужно для того, чтобы менять движки базы данных. Движки базы данных в стройной жизни приложения могут поменяться один раз, а могут и не поменяться. Так это что, что я и говорил. Вы услышали только первую часть того, что я сказал, вторую не услышали. Я как раз сказал, что вот это предположение надуманное, но, к счастью, все больше и больше сейчас становится изменение не движка базы данных, то есть перехода с MySQL на Oracle, или с Oracle на Postgres, или еще куда-то. Потому что это будет болезненно в любом случае. А вынесение кусочков данных в другие хранилища. То, что сейчас называется гетерогенностью хранения баз данных. Да. То есть вы используете не просто... Вот я уже рассказывал, наверное, про это, ну, хотел сказать, вчера, на прошлой встрече, про то, что раньше считалось очень классным скиллом у архитектора, у инженера умение впихнуть все в реляционную базу данных. Вот всю модель, которая у вас есть, делаете вы сервис какой-то, например, да, и вот делали бы Инстаграм такие товарищи. Они бы зафигачили байтерейми, все картинки, потому что они даже не умеют это делать. И долгое время считалось круто, потому что есть единое хранилище, есть там DBA и админ, которые бэкапят его, мониторят там и так далее. То есть все как бы такое, монолитное. И был реально очень классный скил, когда ты приходил, тебе говорили, вот у нас такая-то доменная модель, ты говоришь, легко, это сюда, вот это сюда, это сюда, это вот так впихнем, пацаной не впихивайся. То есть есть в руках молоток, все в руках похоже. Именно так, именно так. А сейчас я же говорю, что очень здорово, что это потихонечку внедряется в нашу жизнь, что люди смотрят, что, ой, а вот эти данные не очень хорошо ложатся в революционную модель. И давайте их не будем туда вкладывать. Но остальное приложение не должно знать. Остальное приложение не должно знать, на чем это реализовано. Поэтому для него это просто интерфейс. Полипот, консистенция. Что-то наподобие. Абсолютно не важно. На чем. Вот так. Еще вопрос? Нет, вопрос. Ты упоминал, там есть какие-то минованные запросы, то есть там, ну, скейли запросы, где-то они наносятся. Можно сказать, что... Ну, тут все очень просто. Вы... Например, сейчас. Я покажу на примере. Ну, вот это все SQL-запросы. То есть вот есть запросы, которые вот так вот пишутся в кибернете, говорится, SQL query, ему указывается имя, и для того, чтобы им воспользоваться, вы просто говорите, дай мне запрос с каким-то именем. И все. Тогда у вас запрос не хранится в самом DAO. У нас сейчас есть одно из предложений, которое рассматривается в команде. Это по поводу того, чтобы вообще все запросы двинуть в хранимые запросы. Чтобы DAO избавить от необходимости читать вот эти вот скрипты, там, запросы. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, но на данный момент у нас действует такое правило. Все SQL-запросы обязательно хранятся как хранимые запросы. Ну, то есть как именованные запросы. Все сложные SQL-запросы, именно которые такие, через одно место написаны, но по-другому не напишите, они тоже там же хранятся. Все простые SQL-запросы, наподобие там, удали-ка мне из такой таблички, там, вот это, они все хранятся прямо в коде. Ну, и понятно, все, что связано с критерием, с динамикой, она тоже хранится прямо в коде. То есть туда выносится только статикой, это SQL-запросы, либо сложные очки. Но это вот правило, которое у нас. Это не обязательно, что у вас такое же должно быть. Да. Я просто не смешаю, в чем существенное отличие этих хранимых запросов от хранимых просто в базе данных? Тем, что они не хранятся на стороне базы данных. Вы их можете менять вот в XML-ке. Вот в XML-ку заходите и поменяли. Нет, может, именно вопрос с точки зрения производительности. А, с точки зрения... Ну да. К чему? Вопрос был с точки зрения больше производительности или... Нет, нет, ну я понял. Это... Для чего хранимая процедура нужна? Хранимая процедура нужна для того, эта идея была фикс в свое время. Я надеюсь, это те же вот люди, которые... Все в базу. Впихивали невпихуемое, да. Их спрашивали, а как же мы будем на этом разрабатывать? Ну вот вы сейчас все это запихуете туда, да? А как же потом вот на эту ужасную, неправильную, нелогичную модель разработчики будут писать код? Индусский фикс. Нет, у них был ответ на это. Так мы параллельно с тем, как мы вот запихуем, мы напишем вам набор стород процедур. И тоже их запихуем. Которые, ну естественно, тоже запихуем, потому что они стород. И все это запихуем. Получится, что мы вам дадим на выход интерфейс к вашим данным. А как оно там работает, это вас не должно касаться. И в итоге получались гигантские листинги процедур, которые, да, вот пытались это... То есть на входе была красивая модель, в хранилище была ужасная схема, и эту ужасную схему стород процедурами пытались подогнуть так, чтобы на выходе опять получалась красивая модель. И считалось еще один большой бонус, это то, что бизнес-логика очень гибкая тогда получается. То есть вот, например, пришли вы ко мне как заказчик и говорите, а давайте изменим там какой-то коэффициент или алгоритм подсчета, там чего-то, да? Если бы вы пришли ко мне сейчас, я бы вам сказал, окей, нам надо написать код и передеплоить приложение. Правильно? А-та-да. А вы говорили, нет, без проблем, сейчас процедуру поменяем и прямо в базе ее обновили. То есть в приложении не надо передеплаивать. То есть все, просто в базе обновили и все заработало. То есть с одной стороны это было круто, но если бы эту идею довели до логического конца и дали бы удобные, классные инструменты для того, чтобы это все тестировать, для того, чтобы это все, скажем так, было написано адекватно, потому что на тот момент знания о том, как это писать круто, были уединить. А писать нужно было многим. Поэтому появлялись дистинги несуразнейших процедур. Людей, которые там взглянули на туториал, бегло, сказали, ага, о, все, пошел у меня курсор здесь, закрою его обязательно в конце. То есть, ну, получались ужаснейшие процедуры, только из-за того, что у людей не было знаний, как их писать. В итоге сейчас от этого отказались, сейчас передеплоить приложение уже никто этого не боится, все знают, что лучше это реализовать в коде, и многие даже наоборот стараются манипулировать даже с данными больше в коде, чтобы давать больше гибкости, чтобы, ну, больше возможностей было. Потому что реально на хранимых процедурах это очень... Хранимые процедуры нужны тогда, и мы их тоже используем, когда вам нужно очень быстрый доступ к данным. Потому что вы должны понимать, что если у вас есть база данных, и вы к базе данных посылаете какой-то запрос, то еще очень многое уходит на то, чтобы распарсить ваш запрос, сформировать вам данные, эти данные сериализовать, и сериализовать на вашей стороне. Если объем этих данных растет, все начинает педлянее работать. Вот хранимые процедуры нужны для того, чтобы это ускорить. То есть, например, мы писали такую штуку интересную. Представьте, у вас есть база данных, которая 10 терабайт. И вы думаете, пухлая она слишком, уже надо что-то с ней делать. Но вы же не можете просто сказать, все, пухлая слишком, выбросим ее, будем новую собирать. Вам нужно ее каким-то образом разделить. Ну, то есть, часть данных за шарм, взять часть одну, перенести в одну, часть в другую, и получить две базы, например, по 5 терабайт. Или 5 баз по 2 терабайта. Ну, такая задача перед вами стоит. Если вы ее попытаетесь сделать там бэкапами, рессорами, это будет очень долго, потому что вы делаете много лишнего всего. Вместо этого мы написали хранимые процедуры, которые открывали стрим данных. То есть, процедура брала данные из таблицы, и стримом открывала к ним доступ из другой базы. А на другой базе висел слушатель этого стрима, который брал из стрима данные и запихивал их напрямую точно так же в базу. Благодаря этому мы сериализацию делали только на этапе перехода данных по сети. А так бы мы их делали в язык программирования, возможно, в какой-то еще, там, в CSV, в бинарный формат, еще куда-то, а потом бы их еще откуда-то читали. То есть, вот хранимые процедуры позволили нам, открывая курсоры по таблицам, не использовать дополнительных промежуточных слоев каких-то, а гнать данные стримом напрямую. Ну вот так хранимые процедуры хорошо применяют. А эта штука, она к хранимым процедурам по-хорошему никакого отношения не имеет. Все по-прежнему у вас на клиенте. Единственное, что вы пытаетесь сделать, это сказать, что вот этот запрос, он все-таки сквельный запрос, поэтому если я вдруг перейду на другое сквельное решение, или попытаюсь перейти, то хотелось бы очень быстро увидеть, почему я упал. и вынеся их в маппинге, вы очень быстро сможете пробежаться и сказать, а, тут надо так подправить, так, так подправить, так подправить. Это то, для чего мы... Зачем нужно было бы бинарно говорить, что нужно было бы бинарно сохранить, почему бы сразу не отправлять? Так вот мы и так и сделаем, мы сразу и отправляем. Нет, я говорю, когда через клиента. Ну, потому что их нужно было бы вычитать через SQL клиента. Ну да, я вычитал и сразу... А я не хочу через SQL клиента, я хочу прямо там, в базе это делать. Мне не нужно лишний уровень сериализации делать. Мне не нужно готовить вам результаты. Результаты прямо в базе. Ну да, это если через хранимую процедуру. Да, ну я про нее и рассказал. А я говорю, если не через хранимую процедуру... То был бы лишний уровень сериализации. Зачем еще лишний уровень сериализации, если можно просто продолжать отправлять дальше? Потому что вам бы нужно было из базы данных отдать мне на любое клиентское приложение. Это и есть уровень сериализации. А потом бы клиентское приложение решило, что ему дальше с этими данными делать. То есть вот этот уровень, выйдя из базы данных, он был бы лишним. Я ответил на вопрос по поводу этих запросов? Несчастный. Вообще, просто, если бы сказать что-то одно, отношения не имеют, но в принципе, если как бы приложение, как правило, сейчас имеем процедуры, еще фигачат приложения. В начале заполняют базы, правильно? Ну, это не консольный человек или вебинар? Ну, не консольный. То есть, ну, если бы, ну, если бы, ну, отбросить, то, что вы тестируете как-то по-своему, то, в принципе, эти все, почему можно было бы заменить, по нему, процедуры? Их, ну, как бы, технически вообще можно в полпрограммы заменить на хранимую процедуру, потому что это тоже язык программирования. И там можно сделать и вычисления, и так далее, и тому подобное. Вопрос, почему не надо так делать, потому что этот язык не так богат, ну, тот, который в хранимых процедурах. Во-вторых, он, его не так легко протестировать, вот, и он не так открыт для изменений. То есть, опять-таки, возвращаемся к тому параметру, что знания, как писать на PLSQL, том же самом, они и есть у единиц. Вот давайте, кто считает, что он напишет крутую процедуру на PLSQL? Меньше. Меньше, чем за неделю. Видите? Подняло два человека. Раз в пять меньше тех, кто тесты пишет раньше, понял. А? Ну, это та процедура, которая не будет чушей делать какой-то. То есть, она не будет оставлять курсоры зависшими, она не будет на exception, если вылетать, открывать ресурсы незакрытыми, потоки и так далее. Ну, то есть, не чушь какую-то. То есть, да, вы можете по туториалу с copy-pasted именно табличек подменить, и вот вам процедура. Нет. Именно нормальную процедуру, соответствующую бизнес-правилу, которые вам сказали. То есть, вы просто не изучаете в этот же момент туториал, а садитесь и пишете уже. Вот о чем я говорю. То есть, не, не супер оптимизированный, речь не об этом. Просто вы берете, вам дают, нужно посчитать максимум по транзакциям, хранящимся в этой табличке. Вы говорите, а, это просто, курсор открыл, пошел там что-то делать. Классический пример, допустим, это миграция данных. Мы всегда мигрируем DDL и мигрируем сами данные. И вот, когда вам надо, ну, у вас серьезно DDL поменялся и вам нужно написать эту миграционную процедуру, то это кошмар. Ну, да, или вот такое вот, такого рода. То есть, вам нужно просто данные из одной таблички мигрирует в две таблички и выделить справочник. Ну, и вы говорите, а, да, все, просто сейчас я все написал. То есть, вот об этом я говорил, нормально. То есть, не супер-купер-купер-купер. Просто реально, PL-SQL знание осталось у мало кого. Просто сейчас не навязывают, не пушат эту архитектуру. Раньше ее очень серьезно пушили. И считалось, что вот это крутая тема. Потом с этим съели собаку и поняли, что бизнес-логика становится не видна. Если в коде ее хоть как-то еще можно понять, в коде ее как-то можно быстро изменить, то в хранимых процедурах это было просто жесть. Поэтому от этого сейчас отошли почти все, кроме, наверное, вашего проекта, где Legacy, Industrial. На самом деле у нас TSQ. И это еще вкуснее, когда на TSQ начинают реализовывать просто PSQ. Но у вас это опять-таки нет. Суть так, что... Комментарий. А ни в коем случае не стоит реализовывать необходимую процедуру без заслуги. Никогда. То есть, реализуйте ее все-таки в БКН. Пожалуйста. Там жара, там жара, там жара. Вот только на этих реализовывать процедурах. Даже на премьер-купер-купер-купер-купер-купер. Видите, человек говорит, что не надо, значит, не надо. Я работаю, если правильно. Да, надо. Если правильно. Вы будете прав. Давайте. Я предлагаю... Холиворы. Я предлагаю желающих обсудить хранимые процедуры. Я даже с вами поучаствую. Можем обсудить вот за пивом после основной части. Вопрос еще по поводу DAO и всего, что это касается. Давай. Да. ХП особо навязывает анемичную модель. То есть, бизнес-логика у нас в базов сервисах. А дальше эти пусты. Они хэтер-сендеры. И у нас логика маркерна. По файлеру у нас есть трансанский скрип. Дометная модель. Тейбл-мону. Для реализации бизнес-логики. То есть, фактически трансанский скрип у нас получается. Ну, если пытаться впихнуть в плоду из этих классификаций. Фаулера. А не как быть заметной моделью, которая дословно у тебя называется. А? Областей. Получил? Давайте... Получил? Давайте освешим... Освешим немножечко моих знаний. Давайте вернемся к фаулеру. Транзакшн скрипт. Это что в вашем и фаулеру представлении? Ну, так как в моем представлении. Фаулера давно читал. Ну, это когда... Ну, просто так. Взяли какой-то аккаунт, прибавили, короче... Да. Да. Доменная модель, это когда у нас DTT используется, например. Да. И как бы мы их рамотно распределяем, обязанность, ответственность, согласно-доменную модель. Или с бизнес-аналитиком, строим ответственность. И, соответственно, куда вот эту логику, которую мы решили непосредственно доменному объекту, впихать? Саму Энтити? Вот. Теперь я вас понял. Смотрите. Дело в том, что... Вопрос, классический вопрос. Хороший, интересный. Вам бы однозначно ответили сторонники Ruby on Rails, что все же просто. Надо использовать ActiveRecord как шаблон, где сама Энтити отвечает за себя и за свое сохранение. Вот. Но это абсолютно нелогично с точки зрения Single Responsibility принципа закона Деметра. Вообще всех разумных законов. Что? Потому что получается, что Энтити, которая в принципе должна была отображать какие-то там бизнес, там что-то, она на себя теперь берет ответственность за все, что только можно взять. То есть она теперь берет за себя ответственность за connection к базе данных, например. Хотя казалось бы, ну а почему так? Какое отношение она к connection к базе данных имеет? Но с другой стороны, да, если вы говорите про Domain Driven Design, то наверное попытка вот реально распределить, как вы говорите, обязанности между объектами, оно ближе ложится вот на модель ActiveRecord. Если же вы хотите положить Domain Driven Design на работу с DAO и сервисами, то здесь почти то же самое, как в ActiveRecord, только вы эту ответственность делите между самими доменными объектами, которые в этом случае никого никуда не сохраняют, но они имеют кусочки логики. То есть кусочки логики наподобие, там, продукт знает там как взять его там какие-то характеристики, ордер знает как в него там добавить, получить ордер айтемы, как посчитать сумму заказа, например, да, то есть такие простые бизнес-операции, которые можно делать прямо над доменными объектами. А остальную ответственность вы распределяете между домен-объект DAO, ну то есть если у вас есть домен-объект, то у вас есть домен-объект DAO. И получается, что вместе они, домен-объект плюс домен-объект DAO представляют из себя вот эту саму зону ответственности, которую вы имеете. А сервисы остаются в вашей терминологии транзакционным скриптом, который просто дергает доменную логику, и да, она никому не принадлежит. Вот это то, что сторонники domain-driven design, за что они порицают работу с сервисами, работу с контроллерами и со всем остальным, они говорят о том, что вы идете от процедурного стиля, вы создаете искусственные объекты, которых не должно быть в системе. Мол, какой контроллер? Ну, контроллер, он из технологий появился. Если есть заменная модель, то должен быть не контроллер, а должна быть какая-то доменная сущность, которая это все принимает и сама умеет делать. То есть, domain-driven design неправильно истолкованный, а точнее слишком, как это, слишком привязываться к нему. Если, то можно прийти к такой архитектуре, к такому дизайну, когда у вас в принципе в системе есть только доменные сущности, и эти доменные сущности умеют делать все, что с ними связано. Вплоть до того, что сущность умеет принимать внешний запрос от любого сервиса, например, по REST, умеет сама же себя сохранять из своих привязанных сущностей, но зато ваше приложение начинает выглядеть достаточно интересно в плане того, что вы начинаете понимать, как оно все взаимодействует. То есть, проще понять взаимодействие из доменной модели. Есть еще одна концепция, которую сейчас очень активно продвигают, которая является миксом вот этих двух концепций. Это Actors Model, то есть модель актеров, когда вроде бы как все остались в доменном дизайне, и каждый говорит, я в этой дизайн-модели, там, не знаю, ордер, да, если кому-то что-то надо с ордером сделать, это ко мне. И все к ордеру говорят, сделай, там, сделай. Если появился в системе ордер с айтишником 953, то это отдельный объект, он живет своей жизнью, ордер с айтишником 953. Ордер с айтишником 953, на самом деле, сам себя не персистит, как в ActiveRecord. Он дает доступ к командам управления. То есть, если кто-то говорит ордеру 953, добавь, там, айтем, например, какой-то, да, то он говорит, а, окей, я добавлю айтем и вызову DAO или еще что-то, чтобы сохранить этот айтем. То есть, получается, что это, как бы, domain-driven design, которым вы это все обложили, но в то же время вы используете служебные какие-то методы, чтобы выполнить функции самого объекта. То есть, объект не обязан все уметь, он должен всем владеть, но не все уметь. И он говорит, DAO будет для меня сохранять. Все окей. Я, когда инициализируюсь, я беру DAO и начинаю с ним работать. То есть, получается, что я не выпустил DAO за пределы себя, как ордера 953. Ну, то есть, вот такая модель. Мне кажется, она более приближена к реалии и более имеет право на жизнь, чем вот чистая вот эта доменная модель и ActiveRecord. Вот, ну, понятно, непонятно, каким-то образом на Ruby or Rails живет. И, мало этого, Grail живет, который с него слизан и работает на груве. И люди живут, пишут приложения, там, и счастливы. Все, на самом деле, гораздо. Ну, я не берусь сказать, насколько у них сильная логика. Когда Twitter, когда перепрыгивал с Rails, наверное, он был на тот момент самым большим Rails-приложением вообще в мире. Ну, то есть, у них реально по строкам кода и по объемному логике и нагрузке они были самым гигантским приложением Rails. Когда они соскочили на GVM, производительность, по их словам, увеличилась от 50 до 100 раз. Ну, и простота, и поддержимость кода улучшилась в разы просто. То есть, люди стали счастливы, и все разделили на компоненты. То есть, все стало гораздо проще. Потому что ActiveRecord реально тормозил их очень сильно. Ну, и то, что Ruby виртуальная машина могла делать. То есть, все это очень сильно тормозило. Но ActiveRecord для меня, как шаблон, является огромным нарушением Single Responsibility Principle. Когда вместо просто логики, которую ты в себе инкапсулируешь, ты еще, знаешь, о каких-то внешних системах, сам туда себя как-то персистишь. То есть, это, по-моему, перебор. Ну, на мой взгляд. На самом деле, сегодня, по-моему, Ruby это очень серьезный эквивалент. То есть, любой веб-фрейммарк, любую систему веб сравнивает в первую очередь с Ruby. Кто? Ну, все-таки, я не знаю. Нам такая бревнона статьи. Уэллс, да, без заглядки на Ruby. Простите, это вот это лежало. Я не знаю, кто сравнивает, смысл сравнивает. У них совершенно другая модель. Недавно, кстати, вы... Прилы модель очень простая. Мы делаем все очень просто и все будет очень хорошо. Они близенько, как Play Framework, например. Они же тоже как бы смотрели. Ой, Play Framework там, ребята. Опять же, давайте смотрите. Вот Play Framework затронули, да? Посмотрите на версию 1 и на версию 2. Это разительно отличающиеся вообще архитектуры, дизайны, самого Framework. Потому что, попробовав в версии 1 сделать вообще все на статике и с кучей всяких паттернов, взятых, опять же, частично с Рейлса, вот, ну, все получилось ужасно. Во второй версии уже лучше, но, опять же, к этому надо привыкнуть. Ну, то есть, модели разные. И, опять-таки, кому-то такая подходит, кому-то не подходит. Это все очень сильно зависит от вашего стиля мышления в парадигмах языка. То есть, если, например, вам нужен прототип, я по-прежнему бы многим сказал, что напишите прототип на том же Грейлсе, Рейлсе или еще на чем-то. Просто потому, что прототипировать там быстрее. Не писать правильный, там, конечный продакшн-код, который легко поддерживает, хорошо производительно работает, а прототипировать там быстрее. А уже насколько потом люди этот прототип используют как конечное приложение, это уже их дело. А, ну, хорошо, если прототипировать, что лучше, просто, я не со всех тех, а, ну, взять Грейл и Грейлс? О, это как... Давай, Голя, Голя. Ты хочешь пообедать, что взять, пирожок или яблоко? Вообще, крем его знает. Не-не, ну, это вы вообще задали вопрос несравнимых вещей. Давайте... Да, если хотите, я свое мнение вам скажу, но не факт, что оно будет просто совсем интересным. Ну, то есть, подойдите, спросите, я отвечу. Кстати, недавно вышел какой-то обзор, вот именно в всех этих веб-фреймворках на разных, назовем их виртуальных машинах, да, там, начиная с Ruby. И, насколько я помню, то Ruby виртуальная машина по сравнению с приложением, таким же написанным на... ну, на сербле, так, ну, читай на GSP, да, там, с вкреплением, 50 раз медленнее. Да, ну, а с Куртём, проще милиализации... Так вот тебе... Подожди, подожди. Вот тебе ответ. Вопрос тебе, вам... Давайте прототипировать, я же вот только что сказал, что прототипируйте ради бога. Но когда вы уже думаете о том, что вы растете, там, у вас какая-то нагрузка появляется, вы становитесь критичными к... У вас хотя бы entity появилось там 100, Да вы уже зашьетесь просто в этом. Три года. Нет. Послушай, если тебе быстро надо зафейлить твой очередной стартап, это самое лучшее. Да, 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 я согласен. А я зафейлиму... Ну, так, мысительно было. Я не споджу. Окей, давайте еще вопросы по теме. Человек тебя рубит, ты всегда пока поднём еще по теме. Нет, нет, нет. Активничек? Кого ты самым активным? Лешу Солнцеву нельзя.